всем привет сегодня 7 марта 2023 год и не есть что вам рассказать есть что показать в этом видео обзоре я буду рассказывать какие произошли изменения у плея спилосов чем они меня решили порадовать немножко расскажу про лопитариум постараюсь ответить на два вопроса которые мне задавали в комментариях обсудить эти вопросы и остальное время буду рассказывать какие изменения произошли у литопсов и их показывать так пожалуй начнем вот у меня парочка муж и жена я их так называют плея спилос зелененький плея спилос фиолетовый вот сидели они себе сидели и бац в один прекрасный момент а точнее 26 28 февраля этого года я заметила как у этого плея спилоса открылась щель вот эти листочки они раздвинулись также было замечено такое изменение и у этого плея спилоса как я знаю как я читала это хороший знак который обозначает что цветок собирается цвести когда я заглянула вовнутрь я обнаружила вот эту красоту вот внутри формируется бутон ну вот 8 марта этот красавчик решил меня порадовать понятное дело что завтра он не успеет еще к завтрашнему не раскрыться он не успеет но тем не менее настроение у меня уже праздничное и весеннее по идее должен свести вот таким вот цветочком очень похож на этот самодельный цветок тоже свет на этикетке был заявлен оранжевый посмотрим когда раскроется соответствует ли реальности или нет то есть себе сделала такую как напоминал очку что его этот плея спилос будет свести оранжевым таким цветочком ромашечкой у его жены я ее так называю фиолетовая эта красотка royal flash то же самое такие же изменения открылась эта щель но эта паразитка меня не хочет радовать видите там пустота щели есть а бутона нету не знаю это на меня решила подразнить или еще нужно подождать немножко без понятия у меня только недавно появились эти цветы поэтому я пока только наблюдаю и ничего пока не могу рассказать посмотрим так следующий цветок это тоже новинка моя лапидария тоже она цветет как и плея спилосы как литопсы плюс-минус у них у всех одинаковые цветочки напоминающие ромашку этот цветок не собирается цвести еще уход за ним я еще до конца не поняла как я буду за ним ухаживать но буду пока придерживаться и подстраиваться и создавать такой уход как я создаю литопсом плея спилосов плюс-минус я так понимаю один и тот же уход есть какие-то нюансы которые отличаются например этого растения допускается вот такое количество листиков по моему три-четыре листочка это норма если у литопса в идеале и плея спилоса в идеале чтобы было два листочка то у этих растений допускается чуть больше вот эти вот нижние самые старые листочки я уже вижу как они существенно сморщинились даже вон начинает отсыхать потихоньку у основания вот я не поливаю я ищу свои растения по я спилосу и лапидарию не поливаю вот пересадила и они у меня здесь сидят в этих горшочках так вот такой мини обзор этих растений я сделала вам их показала следующему следующая тема наверное я постараюсь прокомментировать комментарии которые вы оставляли мне под предыдущим видео касательно литопсов спрашивали какая почва значит рассказываю яс по почве вообще не заморачиваясь в украине год назад я составляла почву из вот таких вот камушков мелких и немного земли самые обычные дешевые для мысли не ошибаюсь для суккулентов и тогда брала на дне у меня находится небольшой слой и керамзита вот и этот субстрат то есть больше я добавляла камней которые покупала в зоомагазине в отделе для рыбок вот и в основном преобладают камни и немного этой земли здесь я решила уже рассказывала в предыдущем видео почему я решила добавить почву я просто добавила ее подняла где-то наверно такой уровень где-то так я подняла вот тоже самое обычная земля даже в этот раз я добавляла землю для растений грунт универсальный для любых растений какой-то тоже самый обычный бедный бедный по составу грунт и и добавляла уже в этот раз вот такие вот камушки которые тоже уже здесь на месте покупала в зоомагазине в отделе опять же для рыб вот сверху куда я их посадила растения потом присут при трусила уже в конце стопроцентными камушками без уже добавления земли вот собственно никакого перлита ни песка я ничего не добавляла вон у меня песок ветром заносит сюда в эту плошку нормально себя отлично чувствует даже если был бы песок я бы добавила песок перлит я считаю что это необязательно вот они у меня так прожили в таком субстрате все в порядке им это подошло они вообще непрередливые растения по поводу почвы почвы должна быть главное хороший дренаж и проветриваемая и бедная собственно я думаю что я такие условия хорошо подобрала и они себя отлично чувствуют в этом субстрате так касательно корней тоже спрашивали у вас там корней нету вы постоянно дергаете вытаскиваете и так далее да я вытаскиваю дергаю потому что я достаточно часто за ними наблюдаю смотрю в каком они состоянии если меня что-то беспокоит что-то волнует подозрение на гнили на какое-то заболевание понятное дело что я достану аккуратно из страта чтобы проверить в каком состоянии литопс несет ли он опасность для остальных растений может возможно их еще точнее такой литопс возможно еще спасти и так далее это мое мнение и я придерживаюсь этого мнения по поводу корней я еще раз хочу поставить акцент на том что зимой корни отсыхают это нормальное явление потому что зимой мы литопсы не поливаем и понятное дело что корни всыхаются самое главное условие по корневой это должен быть вот такой вот корень вот виде такого стержня виде палки такой допустим сейчас я вам покажу на примере вот допустим вот литопс из литопса идет вот такая вот корневая ножка я ее так назову ножка это может быть любого размера основной этот стержень любого размера он может быть его такой маленький и подлиннее и супер длинный то что отходит из этого стержневого корня остальные дополнительные корешки вот такие вот похожи на этот рисунок вот такие вот корешки тоненькие ветвистые много их их без разницы какое количество на самом деле находится в любом случае они все равно рано или поздно а точнее зимой они отсохнут и они будут просто служить как удобрение собственно я решила литопсы не удобрять потому что считаю что достаточно им будет удобрение за счет вот этих вот мелких корешков которые остаются в почве которые отмирают вот и следовательно главное не оторвать вот этот стержневой корень который может быть любого размера даже я же говорю даже вот такой масеньки если он есть все хорошо все литопс потом когда начнется весна когда солнце будет больше когда будет полив нарастить он к дополнительные нужны для него корни и будет функционировать и так как ему надо поэтому насчет корневой в зимний период вообще не переживайте главное стержневой не оторвать под ноль если оторвете под ноль тогда маловероятно что вы литопс спасете на моей практике мне не удавалось было мне так несколько такой таких случаев когда отрывался этот корень основной я пыталась нарастить но у меня ничего не выходило я так думаю это связано с тем что литопсы были совсем крохотные а чем меньше литопс тем он более уязвим и его сложнее спасти вот люди писали в комментариях что были у них тоже такие опыты не раз когда отрывался стержневой под ноль корень и им удавалось нарастить так дальше поехали в общем что я могу сказать пришла весна и эти растения умные мои почувствовали перемены яркое солнце теплый теплую температуру воздуха сейчас на выходных передают до 30 градусов тепла сейчас на данный момент я посмотрела сейчас 19 градусов тепла было солнышко ярко сейчас уже солнышко нету но они успели принять солнечные ванны вот и к чему я веду буквально еще 26 28 февраля возможно я даже снимала видео и видно было как незначительное количество литопс литопсов открыли свои старую пару листьев и показала новую совсем было мало таких ребят то буквально за это короткое время благодаря погодним условиям литопсы просто активизировались настолько что я просто в таком легком приятном шоке значит смотрим какие все-таки изменения произошли значит вот это вот мои партии изюмов они полностью сменили листья в чешуйки старая по оторвала я показывала видео ну тогда на том видео я не все чешуйки оторвала потому что некоторые не нужно было еще отрывать вот дождалась пока не полностью засохнут и вот недавно их оторвало и пересадила здесь вот такой вот кучкой вот так они выглядят я уже начала потихонечку их поливать и об этом рассказывала буквально по чуть-чуть активируя таким образом их к корневую после зимовки нельзя резко вносить обильный полив давать и потому что корни еще такой как в спячке они еще даже вот он даже не нарастил эти корни так литопс то есть те живой корень есть маленький еще он не нарастил и он еще не понимает литопс что надо активно принимать воду поэтому ему нужно немножко по чуть-чуть добавить добавлять воды чтобы он как бы включался и понимал что все уже надо окончательно просыпаться и принимать по чуть-чуть водички в принципе я так вижу что не все но большинство литопсов уже так вот как вот этот литопс сейчас покажу вот этот литопс видите он такой набух он так распрямился потому что в основном тут литопс и такие чуть-чуть еще скукоженные шапочки такие немножко скукоженные это такая шапочка прям разгладилась вот этот литопс вот этот в принципе тоже литопс вот этот литопс они уже так я так понимаю приняли количество воды нужной и немножко расправились остальные еще такие ребята еще такие о надо просыпаться еще надо их будить вот значит дальше вот этот литопс вот здесь на видео видно вот уже маленькую маленькую такую щель но она есть ее не было буквально совсем недавно дальше у этого литопса у этого литопса ну такое еле-еле заметное изменение тоже на камере вообще не видно в живую немножко видно тоже там какая-то маленькая маленькая щель есть этот красавчик же помните он вообще леопардик мой он сидел плотно плотно зажатые были листья вот красавчик тоже уже как хорошо показал вот этот вот тугодумчик но он из последних сидят всегда линяет эти ребята все четыре уже показывают если присмотреться туда заглянуть в эти дырочки видны новые листочки даже эти ребята ну вот вот у этого этот не видно не видно я да еще не вижу новую пару но у этих двух есть уже новая пара их она видна веснущий ты мой еще держится не раскрывается так здесь что ага здесь ну вот это реанимашка моя в принципе все хорошо на улучшение он увеличился в размере коричневенький такой он ухудшение слава богу нет у него это меня радует у его близнеца что я заметила изменения какие еще мягче стало тело такое вообще вот это вот коробочка уже не так плотно сидит она уже вот подвижная такая вот вот здесь вот кусочек видите такая вот здесь вот стержень от цветка предыдущего я его убирать не буду уже уберу когда полностью сменит пару листьев старая так когда здесь я нажимаю я чувствую что пара листьев есть так хорошо над прощупывается уплотнение такое но я его раскрывать не буду это он сам сделает ему помогать сейчас не надо я считаю так дальше здесь тоже сель открывается падра пара видна новых листьев у этих тоже вот этот еще такой вот эта выскочка моя я если вы заметили я же пересадила цветы я группа сгруппировала их как-то по семейству по цвету плюс-минус кучки такие создала вот поэтому вот этот товарищ это он у меня сидел вот с этой стороны как-то и был очень высокий поэтому это новая пара листьев будет еще пробиваться расти вверх возможно я буду его осаживать раскрывать чтобы он не был такой вот выскочкой чтобы новая пара листьев не было выскочкой буду осаживать его я просто возможно когда прощупаю просто даже не прощу не могу прощупать новую пару листьев она где-то еще очень там внизу далеко когда она чуть выше поднимется будет хорошее уже такое уплотнение возможно я раскрою эти листочки и дам ему возможность выйти раньше наружу чтобы листья новые опять не росли вверх-вверх-вверх и не было у меня новой выскочки ну посмотрим значит по поводу этого здесь у меня щель потому что был там цветок он отсушился я его удалила и жду когда затянется это щель она потихоньку затягивается вон сосед тоже показал листья новые вот этот малышек я думала честно говоря что он будет медленней один из последних линять но нет он тоже уже показал этот еще такой сидит но это тоже выскочка он пришел мне очень высокий тоже будет долго листья у него будут долго подниматься наверх этот но этот принципе по он блин так в классный какой кайф хороший это тоже классный он будет тоже из последних линять не помню как он там называется вот и вот это вот тоже да такие самые поздние боленьки этот будет картошка шоколадная тоже очень долго линять потому что он так напитался в влаги большой огромный тут ему линять и линять какие изменения ну да он еще мягче стал внутри вот это вот коробочка тоже уже так не сильно плотно прилегает тоже уже болтается так поехали дальше здесь никаких изменений нет процесс идет тут тоже самое ну что-то вот как-то плотненькие они такие еще упругенькие этот такой мякиш эти упругенькие этого тоже летопса нету никакого пока изменения вот вот этот литопс щель он не открыл это у него такая же щель как у этого этот уже раскрылся этот еще не раскрылся хотя когда я дотрагиваюсь я очень хорошо ощущаю вот эту новую пару листьев думаю что скоро щель тоже раскроется но эти ребята там все у них по плану все там развитие все там у них хорошо в этих и у этого этот самый самый первый кто начал линять жабка моя так дальше дальше ну собственно все мы закончили вот общая картина ложки как она преобразилась после того как я пересадила а я же еще зора не показала вблизи вот зора зора тоже сравнительно недавно он 26 28 я показывала были плотно прилегали листья друг другу и вот солнышко вышло и у нас уже виднеется новая пара листьев красота в общем радует меня ребята вот такая картина все всем хорошего дня все рассказала все показала будем следить за изменениями до новых встреч пока пока